здравствуйте друзья в эфире канал ньюаш вот с вами я юрий гемельфарб и мы начинаем нашу традиционную субботнюю передачу спрашивали отвечаю мой адрес приходит огромное количество писем которое убеждает меня с каждым днем что эта передача крайне важно потому что в своих письмах вы спорить со мной вы иногда доказывать свою точку зрения иногда что безусловно приятно благодарите иногда ругаете но согласитесь друзья ведь вам важно не то что вы оказались правы или я оказался прав нам всем с вами важно чтобы мы нашли общий язык установили истину так вот давайте мы и поспорим в этой передаче поговорим пообщаемся и попробуем разобраться во многих проблемах и так мы начинаем после того как недель назад 7 апреля ваш покорный слуга разместил репортаж на тему что такое донаты попрошайничество или заработок и этично ли брать донаты ссылка дана в описании к ролику я наивно полагал что тема закрыта что тут все ясно однако несмотря на то что просмотров у ролика было немного там и меньше 5000 не было ну как мы уже говорили youtube скручивает просмотры в частности вот на канале не ваш вот мне пришло вот несмотря на такое малое количество просмотров много писем именно в личную почту потому что я не знаю люди люди видимо стеснялись задавать такого рода вопросы в комментариях в основном это приходило в личную почту хотя и в комментариях тоже задавали вопрос вопросы были приблизительно такого плана что юрий а вот я никогда никому не донатил и не собираюсь донатить а если вам не будут донатить вы закроете свой канал и тому подобное задавали такого плана вопросы но одно письмо я хочу все-таки вам зачитать послушайте это поучительно потому что наверное вот именно этот пользователь ну под ником runstar он как бы это сказать он наиболее конспективно изложил вот те упреки ругательства в адрес вашего покорной услуги так вот позвольте зачитать это письмо вообще юрий я считаю что говорить о том что российская федерация погрязла во лжи тупости наглости и хамстве именно вам несколько некорректно вот вы откровенно честно огласите сколько в месяц вы получаете донатов и сколько вам платит youtube это во первых во вторых для своего друга александра глущенко вы также придумали пустой отросток кормушку ну давайте еще сделаем маленькая корыца для стрыгина немного ли в третьих не часто ли вы оправдываетесь жалобными и не совсем убедительными аргументами каков же результат вашего вещания по навальному ноль по бойкоту выборов ноль по излечению населения от зомби пропаганды ноль все вы блогеры дублируете те или иные новости поэтому достаточно послушать кого-нибудь одного так что все словесные изощрения вашего брата вряд ли тянут на оплату в виде пожертвований если ваш канал исчезнет никто не заметит я уже сказал что я благодарен пользователю рон стар за то что вот все эти претензии в адрес вашего покорного услуги он смог изложить очень коротко конспективно и без излишней воды ну что ж давайте мы последовательно разберемся со всеми этими претензиями причем я вот здесь хотел бы подчеркнуть это не воспринимайте это как оправдание а прошу это воспринимать как информацию ну объективную потому что в данной ситуации так она есть итак поехали для начала давайте рассмотрим первую часть письма рон стар в которой он задает вопрос интересуется сколько в месяц ваш покорный слуга получает донатов и сколько платит youtube ну наверное имелось ввиду сколько выходит по партнерке ютуба также было бы неправильным если бы я сюда не присовокупил еще ряд писем от некоторых граждан которые не только задают вопрос а как ваш покорный слуга тратит деньги которые получены в результате донатов и или партнерки а также даже кто-то начал считать во что обходится содержание канала во что находится его под него во что обходится его поддержка и так далее так подобное цитара 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 не удивляйтесь друзья мои это очень важный вопрос но важный не в плане того что он требует конкретного ответа или конкретной калькуляции а он важен в плане того насколько совок въелся в подавляющее большинство наших граждан вот я просто предлагаю задуматься вот тем кто задает подобные вопросы вот представьте себе вы пришли на работу иван начальник ваш начальник задает вопрос а отчитайся мне пожалуйста а вот так сказать как ты тратишь полученную зарплату во что тебе обходится содержание себя и твоей семьи доложьте на вот что-то мне подсказывает что подобная постановка вопроса была бы сочтена мягко говоря неуместной даже для тех кто мне задает подобного рода кто мне присылает подобного рода письма потому что в общем люди вправе тратить заработанные деньги так как им хочется и на то на что они считают нужным вот запомните пожалуйста господа вот эту элементарную истину для нас для меня для александра глущенко для александра стрыгина канал new rush вот это наша единственная и основная работа ничем другим мы больше не занимаемся это наша работа и поэтому друзья мои вот чтобы не было никаких недоразумений я повторяю еще раз во всеуслышание услышьте меня пожалуйста мы будем тратить заработанные деньги так как мы считаем нужным захотим потратим на еду захотим будем расширяться и кстати говоря у нас в планах стоит расширение приобретение новой аппаратуры приобретение нового хромакея для того чтобы сделать студию в дальнейшем снять студию поставить звукоизолирующие панели у нас много план приобрести новые более мощные компьютеры программное обеспечение у нас все это есть план захотим возможно съездим отдохнуть а может быть даже и за границу если позволит финансы может быть мы это сделаем но я повторяю речь идет о нашем заработке вот именно так поэтому подобного рода вопросы ну уже поняли как я их расцениваю как вопросы исходящие от махровых совков и да кстати если уж мы заговорили с этих позиций с позиции того что а ты же получаешь деньги от партнерки ютуба вот зайдите на сайт social blade и посмотрите меньшую расчетную величину которую мы должны получать должны получать от размещения от монетизации нашего канала от партнерки ютуба эта сумма будет делиться на троих не больше а меньше так вот это меньшая сумма далеко не каждый месяц получается потому что как я уже сказал youtube режет нам просмотры и если кто-то считает что я сгущаю краски я предлагаю вам самим это проверить об и просто подумать как это так может получиться что на канале где 50 тысяч подписчиков среднее количество просмотров ролика составляет в пределах десяти тысяч просмотров вот вас это не удивляет вы вроде взрослые люди вы считаете это нормальным а если вы думаете что просмотры были накручены то я напомню что ваш покорный слуга со специалист и всегда учил вас тому чтобы вы сами никогда не накручивали просмотры не просмотры не подписчиков не лайки и дизлайки так что я полагаю что на первую часть вопроса я ответил второй вопрос который содержался в письме конспекте господина ронстар о том что якобы я для своего друга александра глущенко придумал пустой отросток кормушку и возмущается тем что может быть будет сделана маленькая корыца для стрыгина и он патетически воскликает немного ли так вот я напоминаю тем кто употребляет подобную терминологию раз и навсегда запомнить что это не кормушка а это работа и сделано это было и для глущенко и для стрыгина не в качестве подачки не в качестве милостыни а для расширения канала подчеркиваю еще раз для расширения потому что это работа вот постарайтесь господа это усвоить крайне интересно было читать пассажа в письме о том а каков результат нашего вещания результат нашей деятельности по навальному ноль по бойкоту выборов ноль по излечению населения от зомби пропаганды 0 так вот в этом плане я хочу чтобы тоже друзья мои вы я раз и навсегда четко уяснили следующее мы журналисты авторы ведущие канала мы не командиры на лихом коне который с шашкой все делает а мы зеркало которое показывает вам все что есть в нашей жизни кстати говоря зеркало независимое которым платите вы именно вы потому что вы заинтересованы в том чтобы получать независимую информацию над нами нет инвесторов для нас нет акционеров у нас нет начальников но делать что-то должны вы мы вам показали результат де то деятельности навального мы вам показали как действует навальный что он предлагает мы вам показали и объяснили что такое в нынешние выборы почему необходим бойкот выборов мы давали ин альтернативную информацию о том что вам доносит зомба пропаганда на минуточку а для кого мы это делали мы это для стенки делали нет внимать этому делать из этого выводы и строить свою жизнь корректировать свое поведение в обществе это вы должны не мы журналисты авторы ведущие операторы редакторы монтажеры не мы а вы для вас это делается вам как вот в магазине вам могут продать яблоки белый смысле желтый зеленый красный выбирать эти яблоки ваше дело но что ли вы скушаете одно яблоко и насладитесь вкусом то ли вы напоритесь сразу яблок ну так сказать эффект предсказуем что будет как употреблять этот продукт это ваше дело они наши поэтому если вы хотите кого-то обвинить в том что вот говорили по навальному не получилось говорили по бойкоту выборов не получились вас говорили потому посему по пятому по десятому не получилось так не журналистов вы обвиняйте вы себя обвиняйте вы себе задайте эти вопросы они нам это как говорится не по адресу вопрос задан ну и наконец последняя часть письма о том что мы все блогеры журналисты дублируем одни и те же новости поэтому достаточно послушать кого-нибудь одного и если наш канал исчезнет никто не заметит дорогие мои вот вы никогда не задумывались над простым вопросом а почему вот по предмету ну например мат анализ или дифференциальное уравнение или теория функций комплексного переменного или аналитической геометрии почему по каждому из этих предметов да и по-любому существует множество разных учебников мы никогда над этим не задумали ответ просто потому что ни один даже самый гениальный сверх супер гениальный человек он не в состоянии охватить предмет и проблему целиком необходим взгляд с разных точек зрения ни на одном подчеркивает слова ни на одном новостном канале вы не найдете всех новостей вы всегда найдете самый мелкий самый незначительный новостной канал где существует новость о которой вы нигде не читали это нормально то есть вы поймите что именно так работают масс-медиа именно так работают сми они дополняют друг друга не может быть по-другому необходим взгляд на проблему с разных точек зрения вы в принципе абсолютно право до исчезнет канал не аж вот никто не заметит а вы что думаете если исчезнет канал камикадзе ди дима иванова кто-то заметит или прекратит работу первый канал или нтв кто-то это заметит да никто этого не заметит все останется точно также вы поймите как раз негативное воздействие официальной пропаганды в том что все официальные каналы они вот а вот как раз друг друга дублируют полностью за исключением может быть какой-то ну рекламу или каких-то мелких развлекательных шоу все везде одинаково полностью нет никакой разницы но в этом-то и прелесть youtube каналов что они дополняют друг друга они освещают даже даже когда они освещают одни и те же проблемы они смотрят на нее с разных сторон но опять же дополняя друг друга вот почему говорить о том что ваш канал с авторским контекстом это просто один из многих это и так и не так до один из многих единственная вот с моя выскажу свою точку зрения с моей колокольни вот с моей точки зрения совершенно бессмысленные бесполезные те каналы которые просто воруют чужой контент и так сказать демонстрируют просто украденные ролики вот и все больше ничего ничего своего у них нет ничего своего уникального и неповторимого они не произносят но вне зависимости от того что вы смотрите вы смотрите какой-то сюжет без комментариев или вы смотрите как вот высказалась я у сейчас не помню кто кто-то из моих читателей говорящая голова сидит и рассказывает что вот это вот за событие это взаимодополнение вот почему вот эти каналы важны все вот почему это такая важная работа так вот друзья подводя итог всему что мы только что выяснили всему вышесказанному могу сказать совершенно четко и однозначно в нашем случае отвечая на вопрос что такое для нас донаты это заработок или попрошайничество ответ я думаю уже поняли для нас для меня для александра глущенко для александра стрыгина донаты это заработок который состоит из двух частей первая часть это партнерка ютуба которую кстати говоря еще раз повторяю нам youtube нещадно режет и вторая часть это ваши донаты и я считаю что ваши донаты это мерило качество нашей работы вы нам мало платье значит мы работаем плохо значит нам надо выяснять что нужно сделать для того чтобы вам нравился контент для того чтобы нам нравились сюжеты передачи ролики репортажи платите нам хорошо значит мы это заслужили но я еще раз подчеркиваю что это мерило нашей работы потому что для нас введение канала ньюашь вот это наша единственная работа и в качестве небольшого пасскриптума было бы неправильно не огласить еще одну категорию писем если угодно которые можно сформулировать очень коротко юрий а ты работать не пробовал глядишь и донаты не потребовались бы причем вот авторы подобного рода писем слова работать набирают исключительно почему-то капслок так вот у меня к авторам подобных вопросов встречный вопрос извините за тавтологию а где вот лично вы проводите критерии где вот для вас водораздел между понятиями вот это работа а вот это уже не работа я не понимаю я искренне этого нет не понимаю ну вот вы что считаете что работа это только тогда когда вы ежедневно ходите в офис на службу но минуточку тогда по такой логике масса фрилансеров частных предпринимателей у которых своего офиса нет и он не нужен по большому счету это все бездельники так что ли по вас прикажете понимать или вы считаете что деятельность она должна быть обязательно регламентирована вот с такого-то по такое-то я занимаюсь деятельность а вот потом все у меня обеденный перерыв и ко мне не подходи но у меня вот лично работа регламентирована например ежедневно по будням 18 40 я веду новостной блок в течение недели готовлю субботнюю передачу спрашивали отвечаю александр глущенко александр стрыгин они ежедневно ходят вот последнее время на уличные опросы и кстати вот тогда по такой логике у вас получается что все у кого работа не регламентирован они все жуткие бездельники или вы считаете что работа это если у меня где-то лежит трудовая книжка ну это слабый аргумент потому что на самом деле я лично знаю несколько человек у которых трудовая книжка просто вот лежит в какой-то организации сами они на службу не ходят и занимаются своими делами ну то есть чистится формально почему это другой вопрос по разным причинам но таких людей я знаю лично или вы считаете чтобы что работа это обязательно вот уставать ну я могу вам сказать что я встаю в 6 утра ложусь 23 часа и на сон у меня остается только семь часов и при этом к концу дня я уже выжат как лимон устаю очень сильно или вы считаете что надо обязательно уставать от физического труда а помилуйте вы что тогда на полном серьезе вот господа которые так считают вы действительно думаете что представители интеллектуальных профессий интеллектуального труда на умственного труда это все бездельники но я только хочу предложить а ну тогда попробуйте а вам то кто мешает пожалуйста попробуйте а потом мы поговорим или вы считаете что работа это когда вы производите только нечто материальное но по такой логике получается что все кто ничего материального не производит а чиновники это офисные работники это по-вашему получается бездельники так выходит вас надо понимать или вы считаете что работа это ситуация при которой кто-то обязательно вам должен что-то конкретное заказывать или приказывать минуточку а я вообще-то напомню что таким господам как соловьев киселев шейнин и прочие братья и им всем как раз именно заказывают поступают конкретные заказы приказы у меня тогда встречный вопрос а почему вы тогда не смотрите российское телевидение идете напротив на youtube с этой точки зрения как раз независимая журналистика и независимый взгляд на вещи это напротив наиболее честный и преднамеренный и не предвзятый виноват взгляд на существующее положение вещей или вы считаете что работа это обязательно работа по найму то есть иными словами всех бизнесменов и частных предпринимателей у которых нет начальников которые работают на себя это бездельники я могу очень долго продолжать этот список но хочу сказать одно запомните простую вещь господа что одна и та же деятельность может быть и работой может быть и хобби все зависит от того как сам человек к этому относится только сам если человек выполняет какую-то работу просто вот в свободное от работы время он а у него есть какой-то другой источник заработка это хобби но если человек посвящает какой-то деятельности все свое время и если эта деятельность нужна какой-то части людей значит это работа вот только такой подход может быть и никакого другого и кстати говоря этот подход самый правильный и единственно правильно несколько пользователей прислали мне практически однотипные письма с просьбой прокомментировать новый закон в латвии который запрещает русский язык в школах точнее попросили прокомментировать реакцию россии на этот закон ну что ж давайте обсудим этот вопрос но в начале позвольте напомнить о чем идет речь как известно 3 апреля государственная дума российской федерации приняла заявление о не так называемом недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств в латвии как сказано на сайте заявление было подготовлено в связи с тем что 7 латвийской республики 22 марта внес изменения в закон об общем образовании закон об образовании в соответствии с которым среднее образование в старших классах полностью а в средних классах в значительной степени к 21 22 учебному году будет предоставляться исключительно на латышском языке ну тут очень много сказано всяких разных громких слов выражен протест а вскоре после принятия этого заявления председатель государственной думы вячеслав володин он заявил что госдума и дальше продолжен защищать фундаментальное право людей которые относятся к нац меньшинствам в латвии обучаться на их родных языках и в том числе и на русском но просто вот грозным заявлением дело не ограничилось депутаты предложили наказать латвию и в частности полностью запретить финансовые операции с латвией от изменить таможенный польщины на ограничить туризм прекратить или приостановить международные торговые договора и другие внешнеэкономические соглашения ну в общем короче говоря грозный ответ а мы постоянно представители российской федерации при а б с и александр лукашевич он вообще назвал латвийский закон о языке блицкригом который чреват ростом межэтнической напряженности в этом многонациональном государстве но для того чтобы быть справедливым давайте другую сторону тоже давайте мы ее выслушаем а что же это за закон то такой дело в том что 2 апреля президент латвии веянис он подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения а уроки на русском языке предполагается оставить только для нескольких предметов ну русский язык русской литературы и так далее и тому подобное но как сказано в законе для предметов связанных с культурой и истории это собственно говоря все вот мне честно говоря непонятно почему эта тема русского языка она всплывает исключительно в контексте именно подчеркиваю русского языка почему эта тема этим не заморачивается больше ни одна страна впрочем оставим риторику по этому поводу я считаю важным подчеркнуть четыре момента ну начнем с того что любое государство и тем более унитарное государство коим является латвия имеет полное право устанавливать у себя правила преподавания языка и указывать со стороны обижаться на это ну вообще-то ребята это называется вмешательство во внутренние дела другого государства не больше и не меньше причем это разумно хотя бы потому что на государственном языке сущен ведется дело производства и если вводить там школы или классы или я не знаю что исключительно на родном языке то это гарантированно штамповать безграмотных людей то есть это разумно и практично с другой стороны в общем то везде во всех странах и кстати говоря до недавнего времени в россии тоже до преподавание велось на русском языке но профильные предметы ну в частности например английский язык во всех школах преподается вообще на английском языке есть профильные английские школы где идет преподавание на русском языке но есть такие предметы например как английская литература он тоже преподается на английском языке это было до недавнего времени и вот вот хоть меня убейте хоть на куски разрежьте но я искренне понимаю в чем латвийский закон он здесь отличается от российского второй момент который я считаю подчеркнуть очень важно вот недавно мы с вами беседовали а потом что россия запретила в россии точнее в татарстане запрещено преподавание на татарском языке там теперь обязательное преподавание исключительно на русском языке даже именно в татарстане даже в татарских школах секундочку ребят а вот как это соотносится с тем что вы вот сейчас декларируете то есть вам можно а другим нельзя так что ли получается ребят да вы мозги то свои приведите к общему знаменателю третий момент вот мне непонятна логика протестующих в латвии ребята вы живете в стране где государственный язык не русский я даже вот не называю там латышский английский или какой-то и и и при этом пользоваться благами государства члена евросоюза вы хотите а язык учить вы не хотите тогда если это так то как говорится в чем проблема чемодан вокзал россии приезжайте великодуховную и скрепную и ради бога не учите ненавистный вам латышский язык кто вам мешает но с другой стороны если человек живя в государстве кстати ни один год он не может выучить язык страны где он проживает на уровне хотя бы твоя моя понимай но плохо слушать да даже на таком уровне не в состоянии выучить этот язык ну остается повесить на грудь табличку с надписью я тупой ну ребят ну давайте вот ходите с такими табличками я тупой повесьте себе и это будет лучше вам характеристика и и наконец 4 с моей точки зрения самое главное при обсуждении данной проблемы я искренне не понимаю не знаю и даже гадать не хочу чем руководствуются депутаты государственной думы когда они вот выпускают такие постановления и заявления что у них голове не знаю и еще раз повторяю даже знать не хочу но вот запомните то что я вам сейчас скажу дорогие мои депутаты и кремлевцы если вы поставили перед собой цель сделать так чтобы русский язык и нас всех заодно во всем мире ненавидели вы это делаете замечательно вы очень цель четко вы целенаправленно добиваетесь того что нас начнут ненавидеть уже тот момент когда мы рот открыли и заговорили на русском языке я разговаривал и общался со многими людьми которые бывали и в прибалтике я сам бывал за границей ну нет нигде вообще вот негативного отношения к людям только потому что они разговаривают на русском языке ну нету такого не замечал я пока потому что ключевое слово здесь пока и если вы ребята кремлевцы если вы господа депутаты не возьметесь за ум и если вы не перестанете вот штамповать в режиме бешеного принтера подобные маразматические постановления и требовать везде русского языка преференции для русского языка если вы не прекратите этим заниматься то вот слово пока можно будет отбросить тогда уже нас действительно только за сам факт русского языка начнут ненавидеть вы это делаете сейчас минувшую пятницу моя почта буквально взорвалась просьбами прокомментировать последние заявления видного церковного иерарха отца всеволода чаплина в миру всеволод анатольевич ну чтобы не быть голословными но я покажу эти два заявления это действительно нечто ну вот первое его дивное совершенно заявление о том что сирию можно сдать но взамен потребовать от запада оккупацию левобережной украины и особенно вот что мне безумно понравилось о том что мы не боимся разрушения крупных городов и что россия без миллионников только лучше без городов миллионников только лучше жить станет ну прекрасное прекрасное заявление а вот другое не менее чудесное о том что химическое оружие конечно запрещено но земли захвачены террористы можно выжигать другими эффективными методами безо всякого ложного стыда это прекрасное прекрасное заявление ну наверное с очень в духе господина чаплина ну хотя господин чаплин он время от времени выдает в общество что-нибудь эдакое мы все это очень хорошо помним мы в курсе но сейчас люди реально в ужасе вот я попробую зачитать некоторые сообщения как каким образом священник русской православной церкви учение которое должно призываться к любви добру призывает к агрессии или вот вообще много ли у в рпц и вообще в российском обществе тех людей которые являются поклонниками все волды чаплины и которые готовы верить таким призывам и верят ли они ему ну вот еще письмо очень хороший вопрос по вашему мнению готов ли кремль на открытую полномасштабную агрессию по отношению к левобережной украине ну короче говоря друзья мои вы уже поняли основной посыл этих писем а мы все умрем ну когда-нибудь мы все умрем но так сказать тематику я думаю вы уже поняли ну друзья мои прежде всего нужно оговориться что я лично не отношусь к фанатам господина чаплина и не слежу за его беспримерным творчеством за его креативами я их стараюсь не отслеживать ибо берегу свое психическое здоровье но общественность возбудилась до такой степени что я понял молчать нехорошо и необходимо сказать ну ответ на этот вопрос я бы разделил на три части первая часть это непосредственно восприятие того что же заявил господин чаплин ну к этому заявлению я бы не относился слишком серьезно вот если просто вот взять и попытаться прочитать то что он сказал и вникнуть в этот смысл и вот почему ну поклонников у него крайне мало начнем с того что ну например вот простой пример на ю тубе у него на его канале 780 подписчиков фейсбуке у него 9368 подписчика это вот на данный момент на сегодняшний день с другой стороны все вот и большая часть этих подписчиков они ходят туда но вы меня извините конечно за такой сленг чисто поржать поэтому такие речи я бы не воспринимал слишком серьезно тем более что давайте не будем забывать что господин чаплин лицо неофициальное он время от времени что-то выдает и все это к этому всерьез относиться ну я считаю это слишком смело второй момент дел тут в том что у любой медийной персоны существует своя аудитория это как говорится закон жанра и сбрасывать это со счетов тоже нельзя они будут они есть даже у самого что ни на есть маргинала своя публика все равно будет с какой целью смотрят другой вопрос потому что я вот анализировал даже аудиторию господина чаплина фейсбуке достаточно просто сделать и там очень много вполне приличных людей потом они берут и это распространяют и его заявление в виде скриншотов потом сами над ними и хохочут но в целом это сам факт вот подобного эпатажного заявления я бы не сбрасывал со счетов но смотреть это надо не в контексте того будет кремль оккупировать украину или не будет он это делать проблема тут в том что если уж мы заговорили с этих позиций то с точки зрения логики и здравого смысла кремлю сейчас связываться в новые авантюры тем более широкомасштабно это смерти подобно уже сейчас стоит разговор об аресте всех авуаров и активов путинского олигархата поэтому вот такая агрессия она послужит просто катализатором ну я еще раз подчеркиваю я рассуждаю с позиции логики и здравого смысла бессмысленно им это дело что же касается консолидации общества и накачки людей там ураптриотическим настроением так вот я тоже напомню что не далее как несколько дней назад вот на минувшей неделе мы с коллегами провели на улицах саратова опроса готовы ли они пойти воевать в сирию и вот оказалось что года большинство саратовцев готовы поэтому дополнительная накачка здесь не нужна проблема здесь другу дело в том что за последние годы уже давно замечено что кремль применяет один интересный прием в общество вбрасывается какое-то эпатажное заявление уже либо на грани ахинеи либо за гранью ахинеи общество приходит в состоянии мы скажем очень мягко очень когнитивного диссонанса а говоря грубее офигевает начинает это обсуждать а потом вот уже как говорится под шумок в это же самое время правительство или депутаты они принимают какой-то очень незаметный закон который существенно ухудшает нашу жизнь и вот я боюсь что в данной ситуации нужно не обсуждать это безумие со стороны господина всеволода анатольевича чаплина а нужно смотреть что конкретно предпримет кремль ну если уж отвечать еще раз подчеркиваю о том что будет ли кремль наступать на левобережную украину начнется ли повторная активизация боевых действий на донбассе думаю вряд ли но не выгодно им это но в качестве паскриптума если говорить уже о том что как вообще мог священник сказать такие вещи господа чему удивляетесь собственно говоря за последние годы из уст иерархов русско-православной церкви мы не раз слышали нечто подобное поэтому меня это совершенно не удивляет но проблема то вся в том что кремль он стал заложником у рпц приняв вот эти вот законы об оскорблении чувств верующих уголовные сроки за лайки и репосты которые якобы оскорбляют чувство верующих сейчас общество встает перед вопросом точнее не общество руководство россии встает перед интересным вопросом а как сейчас одернуть каким образом это невозможно потому что тогда общество же которое воспитано на за последние сколько там 6 по моему лет на вот такой парадигме что не дай бог что-то сказать против какого-то иерарха рпц ты тут же попадаешь под уголовную статью то же самое общество задаст вопрос минуточку а что же вы делаете вот почему я считаю что данное заявление нужно рассматривать не буквально от контексте того что за этим последует в наших беседах друзья мы так или иначе постоянно касаемся вопросов гражданского общества и вот мой подписчик александр прислал мне одно письмо послушайте это стоит того здрасте юрий я понимаю ваши высказывания гражданском обществе понимаю то что есть большая вероятность что мы все поодиночке передохнем но я также понимаю иное все что вы делаете так или иначе это битва за наши головы хотя вы конечно же считаете что это учение нас думать самостоятельно и так уж выходит что в битве есть только две стороны такое упрощение приводит к черно белой картине мира вот есть они там кремлеботы и путина воды либерасты и т.д. и т.п. то есть плохие и есть мы хорошие как бы вы не отрицали что имели в виду именно не имели в виду именно это но по факту выходит именно так в час финальной битвы если она состоится конечно будут они и мы они враги мы хорошие и вот я размышляю должен ли я примкнуть к этому строю или стоит в стороне идея о гражданском обществе выглядит очень хорошо но не выйдет ли под сурдинку светлой идеи очередной месилова должен ли я участвовать в этом для меня остается так или иначе вопросом открытым и он так и останется открыт пока не будет видимо сформули сформировано четкое понимание что такое гражданское общество каковы правила и нормы поведения его членов и приблизительная дорожная карта на пути к этому самый очевидный ответ это ну вот вы должны сами это понять иначе ничего не получится но я как не пытаюсь решить эту задачку каждый раз выходит что человечество в целом и россия в особенности безнадежны и нормальная жизнь возможно только отдельно от больного которому уже совсем плохо помогите разобраться в 3 моментах озвученных выше что такое гражданское общество каковы правила и нормы поведения его членов и приблизительная дорожная карта на пути к этому знаете дорогой александр если бы я имел возможность учредить конкурс за самый лучший вопрос и за за самый важный и самый актуальный то ваша ваш вопрос был бы на первом месте вы очень четко сформулировали действительно три главных момента да вот мы говорим о том что такое гражданское общество но мы не даем этому определение мы говорим о том что его нужно создать но как в себе в нем нужно себя вести и как идти к нему вот давайте попробуем разобраться собственно говоря формулу гражданского общества вывел еще давным-давно александр дюма в своем романе три мушкетеры один за всех и все за одного это действительно так как бы банально это не звучало но если мы попытаемся дать научное точное определение гражданского общества то это можно сделать приблизительно следующим образом гражданское общество это некая совокупность общность людей которая осознает что успех каждого члена общество зависит от успеха общества в целом и защита каждого индивидуума есть задача общества но если мы вдумаемся вот в это определение то мы тогда поймем его суть ведь посмотрите что получается мы с вами не раз и не два говорили о том что существует закон синергии синергический эффект когда суммарная рис суммарный результат действий группы людей всегда больше суммы отдельных суммы результатов каждого человека по из даже из этой группы по отдельности я уже приводил этот навязший в зубах наверное пример что первобытный охотника выходя один на один на охоту ну максимум что он мог сделать это завалить 200 килограммового кабана или лося но группа из 7 первобытных охотников она заваливал трехтонного мамонта вот вам классический пример и дело то все в том что общество имеется ввиду гражданское общество она действует сообща объединяет усилия и за счет этого и получается выдающийся результат и вот тут становится понятен ответ на вторую часть вопроса уважаемого александра а каковы так сказать обязанности членов гражданского общества что они должны делать друзья мои вот в определении гражданского общества и лежит ответ на этот вопрос для этого нужно хотя бы ну уметь просчитывать свои действия на хотя бы на два хода вперед понимать что давление со стороны на одного человека это давление на всех потому что сегодня беспредел был по отношению к твоему соседу и ты не стал за него вступаться решив а зачем это не на меня давит но ты просчитай хотя бы на ход вперед что завтра это же будет и по отношению к тебе если обижают даже незнакомого тебе человека и ты видишь что по отношению к нему поступает несправедливо за него необходимо вступаться потому что завтра это могут то же самое может быть и с тобой это очень хорошо сформулировал пастор не миллер в начале они пришли за евреями я молчал ведь я же не еврей потом они пришли за членами профсоюза я молчал я же ведь не член профсоюза потом они пришли за коммунистами я молчал ведь я же не коммунист а потом они пришли за мной и не было уже вокруг никого кто бы мог за меня Поэтому вы поймите, права и обязанности членов гражданского общества, они очень просты. Просчитывай хотя бы на ход вперед. Объединяй усилия. И фактически это и есть гражданское общество, осознающее свои интересы. И вот тут мы как раз и подходим к ключевому, к третьему вопросу Александра. А какова, ну скажем так, дорожная карта похода, пути, движения гражданскому обществу? Вы удивитесь, друзья. Но она проста. Как гласит принцип Аккама, наиболее простое решение, оно самое верное. Это осознание вот этих вот истин. И действие в соответствии вот с тем, что ваш покорный слуга только что сказал. А это означает, что надо рано или поздно, хотя бы когда-нибудь преодолеть себя. Не молчать, когда вы видите несправедливость. Я не говорю сейчас о политике. Зачем? Вы видите несправедливость начальника по отношению к вашему коллеге. Заступитесь. И объясните окружающим, что необходимо заступиться. Потому что завтра вот тот же начальник-беспредельщик, кем бы вы ни работали, там, уборщиком, офис-менеджером или, я не знаю, или программистом, сегодня он по отношению к тебе поступил несправедливо. А завтра, к твоему коллеге несправедливо, завтра то же самое будет по отношению к тебе. Обязательно. Может быть не этот начальник. Может быть другой. Но это будет обязательно. Так вот, чем больше людей будут это осознавать, чем больше людей будут действовать вот в такой парадигме, тем быстрее будет создано гражданское общество. Увы, друзья мои, не придумано ничего лучше. Нет другого способа. Но тут нельзя не упомянуть и о другом моменте. Ведь понимаете, нас не просто атомизировали. Нас, я имею ввиду, россиян. Не просто было уничтожено гражданское общество. Нас развратили. Ведь понимаете, в чем дело? Вот нам позволяют гадить и пакостить по мелочам. Нам, как бы, нас замазывают этим. Ну, каждый вот понимает. Ну да, там по отношению к сотруднику поступили, коллеги поступили несправедливо, а если я подниму голосу, а я авторучку спер на работе или пачку бумаги утащил. И вот на таких мелочах нас замазывают. Так вот, второе правило, второй пункт в этой дорожной карте. И вот самое главное в этом письме Александра, тот вопрос, который был в середине письма, это размышления Александра. Понимаете, друг мой, вы абсолютно правы в том, что действительно получается черно-белая картина мира. А я и не отказываюсь от того, что именно это я имел в виду. Только то, что вы говорите, они и мы, это не разделение по принципу хорошие и плохие, а это разделение на людей, которые либо «Моя хата с краю ничего не знаю, не лезь, если не просят». То есть люди, не воспринимающие идеи гражданского общества и другая часть населения, другая часть людей, которые это воспринимают. Вот где проходит водораздел. Не там, где вы указали там, «Кремлеботы», «Путиноиды», «Либероиды» там и прочее, «А вот именно здесь и проходит этот водораздел». Но вот вы, друг мой, хороший вопрос сформулировали, который вы задаете сам себе. Должен ли я примкнуть к одной из сторон или стоять и наблюдать, принять позу стороннего наблюдателя? Вот ответ именно на этот вопрос, который вы дадите себе, и зависит от того, будете ли вы частью гражданского общества или нет. И вот ответить на этот вопрос вы должны сами, без подсказок. Впрочем, надеюсь, что я разложил эту ситуацию уже по полочкам. Ответ за вами. На сегодня все, друзья. Огромное вам спасибо за ваши замечательные вопросы и за ваше внимание. Спасибо вам за интерес к программе. Отдельное спасибо за ваши донаты. Именно благодаря им канал существует. Подписывайтесь на канал Ньюашвот. Не забывайте ставить лайки. Особо не забывайте распространять это видео. Проверяйте обязательно вашу подписку, потому что подписка иногда слетает. И, конечно же, если у вас будут вопросы, присылайте, друзья. Мы их с вами обязательно обсудим. До встречи через неделю. До свидания.